доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити видео для психофизиологов для медицинских психологов опять мы с вами находимся в яндекс директ где я вижу какие запросы организуете вы в поиске каких-то ответов для себя и соответственно обратите внимание очень много я должен вам сказать я снимал уже неоднократные видео по поводу простой зрительно-моторной реакции сложной зрительно-моторной реакции реакции на движущийся объект и так далее и тому подобных вещах и соответственно описывал как процедуры так и результаты всех этих действий что такое допустим среднее время реакции или вот допустим замечательный такой запрос как охарактеризовать пзмр по каким-либо результатам и вот подобных поверьте мне подобных мне вопросов их не становится меньше я еще раз повторюсь многократные видео по этому вопросу и все равно люди задают 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 это очень интересно а почему интересно потому что по всей видимости все-таки это новое слово в развитии науки в развитии психофизиологии психологии как таковой то есть если мы раньше пользовались патопсихологическими методиками какими-то стандартизированными методиками ммпи кт луиска нпу и так далее и так далее и так далее но и патопсихологическое то исключение предметов классификации еще десяток другой методик то с развитием компьютеризации компьютеров компьютерной техники у нас появились несколько новых инструментов замечательных новых которые только входят в наше дело только начинают осваиваться нашими коллегами мы этим занимаемся уже на протяжении нескольких лет пожалуй ну вот с 2002 года мы этим занимаемся проводим какие-то исследования обобщаем систематизируем составляем базы данных пытаемся систематизировать результаты этих обследований в частности по так называемой неспецифической работоспособности персонала понять что из себя представляет среднее время реакции какие-то средне квадратичные отклонения от этой реакции у разных возрастов разных гендерных групп то есть мужчин женщин и так далее такие запросы очень очень чисты в яндекс директ я вижу и я хочу снять еще одно видео и показать вот такой вот слайд давайте я его разверну на всю страницу еще раз поговорить о функциональном состоянии как неком неспецифическом или вернее неспецифическо общем состоянии для тех или иных возрастных групп гендерных групп и так далее то есть одно это дети второе это подростки мужчины женщины лица в возрасте от 30 до 40 от 50 до 60 и так далее и так далее и так далее что же представляет из себя функциональное состояние о котором я повторюсь говорил уже неоднократно кому будет интересно можете сходить под эти посмотреть эти видео они есть на нашем канале и так функциональное показатель функциональное состояние реальных людей за 2017 год вот здесь вот это прописано всего измерений было проведено 340 340 человек и как они распределились по своему функциональному состоянию давайте я зачитаю распределение показателей функционального состояния и адаптационных возможностей и неспецифической работоспособности работников по группам так называемого интегрального светофора и обратите внимание здесь такая круговая диаграмма соответственно здесь четко можно себе представить в каком объеме распределились вот эти самые 340 человек которых мы обследовали у себя в лаборатории за 2017 год ну давайте начнем наверное с самого простого видно интегральный светофор всем вам знаком то есть зеленый желтый красный вы подъезжаете или подходите перекрестку видите светофор и соответственно вам загорается там желтый цвет зеленый цвет красный цвет тут тот же самый принцип и давайте посмотрим что представляет из себя зеленый цвет интегрального светофора по 2017 году это 27,9% от общего количества прошедших обследований у нас в лаборатории по методикам ПЗМР СЗМР РДО и Шульте интегральный показатель вот именно функциональное состояние я об этом уже говорил это именно интегральный показатель всех этих измерений по этим 4 методикам он вот представлен перед вашими глазами и так что значит зеленый сигнал светофора то есть вы подходите к перекрестку видите горит зеленый и мы оцениваем какого-то человека неважно рабочего инженера директор или главного инженера предприятия по интегральному светофору и видим что если он попадает вот в этот диапазон то есть у него какие-то показатели ПЗМР СЗМР и РДО укладываются в нормативы опять же слово нормативы я неоднократно уже употреблял использовал в своих предыдущих видео что они из себя представляют другими словами если человек попадает в зеленую зону интегрального светофора это значит что его деятельность выполняется с должным уровнем эффективности и продуктивности с нормальной компенсацией трудозатрат и резервов организма человек поработал выполнил свою деятельность за определенный промежуток времени условно говоря это может быть полный рабочий день восемь часов или предположим какая-то срочная работа на протяжении для счастья на протяжении нескольких часов одного двух трех часов и так далее деятельность выполнилась то есть она получила какое-то завершение какой-то результат и соответственно человек после этой работы чувствует себя бодрым здоровым эффективным способным продолжать какую-то деятельность и в дальнейшем будь то рабочую деятельность или допустим уйдя домой еще что-то дома делая и так далее его резервы они восстанавливаются он отдыхает после этого приходит домой отдыхает его резервы организма они успешно восстановлены и он на следующий день бодрым успешным таким человеком снова приходит на свое рабочее место и продолжает работать с должным уровнем эффективности соответственно это некая условно говоря норма округляя ее 28 процентов вот из этих 340 человек мы такие результаты видели за 2017 год желтый сигнал интегрального светофора обратите внимание это 57,9 процента ну давайте округлим до 58 и прочитаем деятельность выполняется с должным уровнем эффективности и продуктивности без нормальной компенсации трудозатрат и резервов организма происходит работа на так называемое истощение организма человек выполнил свою деятельность с должным уровнем эффективности результаты им получены результаты его работы в каком-то смысле будь то генеральным директором или допустим рабочим персоналом на своем рабочем месте деятельность выполнена с должным уровнем эффективности и результативности но к сожалению произошло какой-то какой-то сбой в организме мы это видим по этим 4 пробам мы понимаем что человек истощился настолько что он не может компенсировать свои трудозатраты он работает в понедельник он работает во вторник среду четверг его эффективность деятельности постепенно снижается наступает момент утомления все чаще и все длительнее эти моменты утомления присутствуют в самооценке человека и его объективном состоянии и ни для кого не секрет предположим как самый простой пример наступает пятничная усталость то есть пятница человек чувствует себя уставшим разбитым он ждет не дождется когда же наконец наступит вечер пятницы суббота воскресенье и он себя восстановит то есть он восстановит себя какими-то может быть там физическими упражнениями может быть алкоголем еще чем-то ну тут много всяких вариантов мы тоже об этом говорили неоднократно как люди восстанавливаются ни для кого не секрет есть такое выражение пятница наступила да ну это я уже отклоняюсь от темы другими словами человек не восстанавливает свои резервы после какой-то трудовой деятельности будь то работа на производстве будь то работа на садовом участке да то есть вот он поработал а все равно разбит настолько на следующий день что чувствует что что-то неблагополучно соответственно на следующий день он чувствует себя более утомленным уставшим не эффективным в деятельности вот в этом случае итогом всего является истощение организма и как следствие наличия последствий этого человека каких-то психосоматических как минимум психосоматических заболеваний язвенной болезни желудка инфарктов инсультов и так далее и тому подобных вещей то есть человек работает на истощение его жизнь в целом то есть если ее рассматривать в течение одного дня допустим одной рабочей недели одного месяца квартала полугодия года она сводится тому что он не эффективен вернее так он эффективен в деятельности но для него эта деятельность связана с определенными трудностями настолько значительными что в конечном итоге это может привести к серьезным последствиям будь то в области психосоматики как я сейчас только что уже озвучил так и в области просто соматической медицины когда у человека действительно не просто невроз как таковой он чувствует себя тревожным депрессивным и так далее его что-то не устраивает что-то ему не нравится ну и в конечном итоге он может заработать себе ну к примеру самое такое распространенное язву да то есть реагирует организмом его функционал снижается от дня ко дню от недели к неделе от года к году и человек в конечном итоге заболевает срок его жизнедеятельности качество его жизни неуклонно и постепенно сокращаются вот это самый большой процент и мы это видим за 2017 год когда люди действительно ведут такой образ жизни осознанный неосознанный который приводит к тому что они страдают то есть это не тот вариант благополучного существования который позволяет как в первом случае да деятельность выполняется с должным уровнем эффективности с нормальной компенсацией другими словами восстановлением организма трудозатрат резервов организма человека вот этот желтый сигнал светофора и это мы прекрасно видим по этим методикам ПЗМР СЗМР РДО видим его значит качество его деятельности видим отслеживаем ее до начала деятельности после окончания деятельности и четко можем дифференцировать человека отнеся его в ту или другую группу это позволяет нам делать как раз вот эти самые психологические методики психологические пробы ПЗМР СЗМР РДО и Шульта и соответственно пятый самый критичный такой вариант интегрального EyeS Красная зона, то есть красный сигнал интегрального светофора и деятельность не выполняется с должным уровнем эффективности и продуктивности. Организм не восполняет свои резервы. То есть речь идет о том, что не просто деятельность не выполняется, не только деятельность вернее так не выполняется, но и резервы, продуктивность человека как психофизиологического существа. То есть его тело, тело, сомы, тело, так и его души, его психики, вот этого интегрального психофизиологического состояния, оно снижается настолько в какой-то момент, может быть человек перейти вот из этого желтого состояния вот в это красное состояние, снижается настолько, что он даже не выполняет свою деятельность. То есть он приходит, предположим, самый простой пример, приходит на работу, начинает работать, но в какой-то момент настолько чувствует себя, ну самое примитивное описание этого состояния, уставшим, разбитым, неэффективным, руки не двигаются, голова не работает, компьютер тормозит, ничего делать не хочется, наступает момент апатии, истощения, утомляемости и так далее. Соответственно человек не выполняет свою деятельность, он неэффективен в этой деятельности, будь то в рабочей или допустим в какой-то семейной, домашней даже деятельности, неважно как она осуществляется и где осуществляется. Одним словом, деятельность не выполняется и более того, этот человек не восполняет свои резервы, он работает не то, что на истощение, как вот в случае желтого интегрального светофора, он фактически не выполняет деятельность и не восполняет свои резервы настолько, что это приводит в конечном итоге к самым печальным, вплоть до летальных каких-то последствий деятельности, жизнедеятельности, надо сказать, этого человека. Этот закон, вот это распределение интегрального светофора, оно применимо и действует как в отношении рабочего персонала, непосредственно на производстве, в организации и так далее, но и в целом в любой деятельности любого человека. Я повторюсь, что мы не только работаем, живем и работаем, мы еще пытаемся какие-то свои реализовать идеи, планы, построить дом, вырастить детей, написать книгу и так далее. И мы имеем разный уровень, каждый из нас имеет разный уровень эффективности. Кто-то выполняет эту деятельность, какую-либо свою деятельность с должным уровнем эффективности и с нормальной компенсацией трудозатрат, кто-то выполняет ее, расплачиваясь за это своим здоровьем, за эту деятельность, за ее выполнение, а кто-то не только не выполняет свою деятельность, то есть не достигает поставленных результатов в каком-либо то ни было смысле, но и еще работает на истощение вплоть до летального исхода. И соответственно вот это распределение очень интересно, то есть грубо говоря округлим 28%, 58%, то есть доминирующий показатель, как у нас россияне живут. А ведь выборка, посмотрите какая, она большая, в социальных науках выборка в 30-50 человек считается огромной, а здесь у нас за один только год 340. Я вас уверяю, господа, психологи, коллеги, что вот этот показатель можно экстраполировать, интерпретировать по отношению ко всем россиянам. То есть 340 человек это не 30, не 40 человек, то есть мы получили реальные цифры, они основаны на реальных замерениях, цифрах, вплоть до 10 доли запятой. И соответственно мы можем посмотреть, а как же у нас русские люди живут-то. То есть грубо говоря 30% эффективны, 58% эффективны, но соответственно истощаются, утомляются и работают на износ, условно говоря. И соответственно 14% накруглим в меньшую сторону, дай бог, 14% людей, которые окружают нас в нашей лаборатории, которые благодаря этой огромной выборке можно экстраполировать на всю российскую популяцию. В целом 14% россиян имеют крайне негативный прогноз в плане своей деятельности, жизнедеятельности, если быть точным. И вот здесь вот еще внизу приведены, ой, приведены вот такие показатели еще. Значит, соответственно мы разделяем всех работников, всех людей, неважно работник это или просто человек, который пришел к нам в лабораторию и сказал, Виктор Николаевич, давайте меня проверим, давайте. Мы относим, условно говоря, в одну из трех групп. Первая группа зеленый цвет интегрального светофора, вторая группа желтый цвет интегрального светофора, и третий группа это красный цвет интегрального светофора, группа риска. Фактически, если говорить о группе риска, это вот эта первая группа, зеленая, вот эта желтая, вторая, красная, третья. Все очень просто, понятно и наглядно. Соответственно, вторая и третья группа риска, я прошу прощения, заговорился. Вот, собственно, вот эти люди, эти лица, они являются группой риска. Желтая, тот отнесен в желтую интегральную часть светофора, тот отнесен в красную. Это группы риска. С ними можно и нужно работать по разному, разными способами, разными методами. И в плане их психосоматического, психофизиологического состояния, и в плане чисто соматического какого-то состояния. Это все обязанности, или же работодатели, если мы говорим о человеке-работнике. И человек, который работает на производстве, должен быть востребован, а не просто, как это сейчас принято в России, или не хочешь работать, увольняйся, или если ты там не справляешься с какой-то работой, грамотный руководитель должен задаться вопросом. Во-первых, уяснить для себя, где этот человек находится, в каком диапазоне, в красном, в желтом. И, соответственно, проявить к нему интерес с позиции человечности, морально-этических каких-то. Отправить его на дополнительное обследование, лечение, не пожалеть денег. Ведь, как правило, люди, работающие на истощение, это далеко не значит, что они плохие работники. Они хорошие работники. Единственное, что они расплачиваются за свою работу, своим здоровьем. Ну вот, пожалуй, на этом все. Если будут какие-то вопросы, спрашивайте, пишите под этим видео. Пишите на электронную почту. И удачи вам!